Ввидное наглянула министерская проверка. После окончания рабочего дня министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев посетил лечебные учреждения нашего города. Вместе с главой муниципалитета они побывали в районной больнице, взрослой и детской поликлиниках, а также на станции скорой медицинской помощи. В ходе посещения Видновской районной клинической больницы Дмитрий Матвеев задал множество вопросов по организации лечебного процесса. Осмотрел хирургическое и кардиологическое отделение, увидел новую медтехнику, оснащенные кабинеты. Исполняющий обязанности главного врача больницы Филипп Устинов рассказал о том, что теперь лежачие больные могут вызывать медицинскую сестру с помощью специальной кнопки. Сколько стоит? Где-то 30. 30 тысяч стоит? На все полоты? Да. А там одна кнопка или у каждой кнопки? Не, у каждой такая пулька. Ну как, она дистанционно работает. Вот мы сделали. Вот, все, то есть медсестра видит. Одной из тем затронутой в ходе визита был ремонт взрослой поликлиники. Здание большое. Перевести на время все это медицинское хозяйство проблематично. Сколько здесь участков? 28 терапевтических и 7 ВОП. А узких сколько еще? Узких специалистов? Ну, где-то человек 30. Пока рассматриваются различные варианты. Важно, чтобы людям было доставлено минимум неудобств. Еще одно место, которое посетил министр – станция скорой медицинской помощи. Дмитрия Матвеева волновала, насколько жители удовлетворены работой скорой. Сколько у вас тут сейчас бригад? 13. 13? Это на весь район? Да, на весь район. А вот обещали, две еще дополнительные усилия? Две дополнительные усилия. Усилия с марта месяца. Прибавив еще две бригады. С первого марта. У нас будет 15 бригад. А было 9 в октябре. А почему 9 было? Из-за недостатка кадров. Сейчас, как заявили на станции, штат укомплектован. А нагрузка на одну смену для каждой бригады составляет 8-9 вызовов. Последней точкой поездки стала Видновская детская поликлиника, где гостей встретил заведующий медучреждением Юрий Борисов и рассказал об успехах и проблемах, одна из которых – недостаток площадей. Поликлиника расширяет свои возможности, а кабинетов не хватает. Выход из ситуации есть всегда, заявил Дмитрий Александрович. Нужно только иметь желание.